Парижане Сотни тысяч людей собираются на праздник «Юманите». Он проводится с 1930 года и давно уже стал настоящим народным праздником современной Франции. КОНЕЦ Людской поток подхватывает и нас, вместе с Роже Варне. Он пролетарский певец, будет петь на празднике, и мы идем к той эстраде, где состоится концерт. КОНЕЦ КОНЕЦ Это моя особая песня, поет Роже Варне. Она о Владимире Маяковском. Я пою эту песню на празднике, потому что хочу, чтобы с Маяковским познакомился каждый в моей стране. КОНЕЦ 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 Почему Маяковский? Потому что Маяковский самый великий поэт, которого знала Земля. Я открыл его для себя слишком поздно. Все, что я написал до этого, выглядело бы иначе. У меня есть друг, он преподает в лицее. Что вы знаете о Маяковском? Спросил он однажды у своих учеников. Все молчали. Только один ответил, что это советский поэт. Для тех, кто заинтересовался Маяковским, его поэзия стала ошеломляющим открытием, политическим и литературным. Ошеломляющим. КОНЕЦ КОНЕЦ По длинному фронту пупе и кают Чиновник учтивый движется. Сдают паспорта, И я сдаю Мою пурпурную книжицу. КОНЕЦ КОНЕЦ И вдруг, как будто ожогом рот скривило господину, Это, господин чиновник, берет мою краснокожую паспортину. Берет, как бомбу, берет, как ежа, как бритву обоюдоострую, берет, как гремучую в двадцать жал змею двухметрово ростую. КОНЕЦ Читайте, завидуйте! Я КОНЕЦ Я КОНЕЦ Гражданин Советского Союза. Субтитры подогнал «Симон» Мы назвали себя группа «Роста» в честь знаменитых окон Роса Маяковского. Есть прямая связь между тем временем и нашей действительностью. Борьба за лучшее будущее. Я случайно наткнулся в библиотеке на стихи Маяковского. Начал читать. Не смог оторваться, не смог не петь. Их четверо во главе с Николаем Живолином. Они написали на своей афише. У Маяковского все значительно. Любовь, революция, война и мир, заботы повседневной жизни. Я знаю силу слов. Я знаю слов набат. Они не те, которым рукоплещут ложь. От слов таких срываются гроба. Шагать четвертую своих дубовых ножек. Бывает, выбросив, не напечатав, не издав. Но слово мчится, подтянув подпруги. Звенит века. И подползают поезда. Лизать поэзии. Мазонистые руки. Они пели Маяковского в Парижском театре «Рекамье». На встречах молодежи, цехах бастующих заводов, на митингах. Спектакль «Зажгите звезды». Жизнь Маяковского рассказана балетной труппой Ролана Петти. Узнав Маяковского, я был захвачен силой, новаторством и добротой его творчества. Он шел в ногу с эпохой, которая его породила, в создании которой он сам участвовал, и поэтом, который он был. Поэт революции, ставший ее подлинным героем. И я должен был это рассказать. Этот спектакль отличается новизной и в музыке. В балете прозвучал Прокофий. Я использовал его музыку из кинофильмов. Продолжение следует... Продолжение следует... Спектакль о Маяковском репетируется драматической труппой. «Почему Маяковский?» Отвечает режиссер Сержпот. Я выбрал Владимира Маяковского, потому что меня волнует этот поэт. Через Маяковского видишь целый исторический период. Знать Маяковского значит обрести новые силы и стремления. Помните, мы работали без красок, без бумаги, без художественных традиций, в десятиградусном морозе и в дыму буржуек с единственной целью – отстоять Республику Советов, помочь обороне, чистке, стройке». 20 лет работы. Парижская экспозиция воспроизводит московскую выставку 1930 года. Кого удивишь в Париже выставкой? На этой смотрели, читали, поражались. «Чтобы эта выставка стала полной, надо перенести сюда трамваи и поезда, расписанные боевыми строками, атаки, горланившие частушки, заборы, стены и флаги, проходившие под Кремлем, раскидывая огонь лозунгов». «Почему Маяковский? Наш вопрос адресован поэту и общественному деятелю Жану Марсинаку. Чтобы понять, почему так велик во Франции интерес к Маяковскому, надо начать издалека. Надо вернуться к эпохе, когда Маяковский впервые приехал в Париж, к 20-м годам. Тогда французская поэзия испытывала серьезные изменения. Стала понимать, что ее призвание не только в том, чтобы созерцать Вселенную и выражать интимные переживания поэта, но и в том, чтобы служить преобразованию мира. И поняла эта французская поэзия не без влияния Маяковского. Всегда нужно помнить о Маяковском, который мог предъявить как большевистский партбилет все сто томов своих партийных книжек. Маяковский относился к своему творчеству как к революционной работе. Таким увидел Маяковский Париж во время своего первого приезда. Это было в 22-м году. Он пробыл в Париже 7 дней. Маяковский. Из очерков Париж. Париж ошеломляет. Тысячи кафе и ресторанов. Каждый, даже снаружи, уставлен омарами, увешан бананами. Бесчисленные парфюмерии ежедневно разбираются блистательными покупщицами духов. Ламп одних кабаков Монмартра хватило бы на все российские школы. Даже тиф в Париже. В Париже сейчас свирепствует брюшной тиф. И то шикарный. Парижане его приобретают от устриц. Хожу улицами. Стараюсь понять схему парижского дня. Обшарком миллионом ног И шелестен тысячи шин Я борожу Париж До жути одинок До жути ни лица До жути ни души Вокруг меня авто Фантастят танец Вокруг меня Из зверорыбьих морд Еще с Людовиков Свистит вода Фонтанец Я выхожу На пласт Даля Конкорд Я жду Пока Подняв резную главку Домовьей слежкою У Майена Ко мне К большевику На явку Выходит Эйфелева Из тумана Пшшшш Башня Тише шлепайте Увидят Луна Гильотинная Жуть Я вот что скажу Пришипился в шепоте Ей В радио ухо Шепчу Жужжу Я разагитировал Вещи Издания Мы Только согласия Вашего ждем Башня Хотите Возглавить Восстание Башня Мы Вас Выбираем Вождем Метро согласились Метро со мною Они Из своих Облицованных Нутр Публику Выплюют Кровью Смоют Со стен Плакаты Духов И пудр Они Убедились Не ими Литься Вагоном Богатых Они Не рабы Они Убедились Им Более К лицам Наши Афиши Плакаты Борьбы Мосты Распаляясь От движения Злого Подымут Враз С парижских Боков Мосты Забунтуют По первому Зову Прохожих Сыпят На камень Быков Все вещи Вздыбятся Вещам Не в моготу Пройдет Пятнадцать Лет Иль Двадцать Обдрябнет Сталь И Сами Вещи Тут Пойдут Монмартрами На ночи Продаваться Идемте Башня К нам Вы Там У нас Нужней Идемте К нам В блестении Стали В дымах Мы встретим Вас Мы встретим Вас Нежней Чем первые Любимые Любимых Идем В Москву У нас В Москве Простор Вы Каждой Будете По улице Иметь Мы Будем Холить Вас Раз Сто За день До солнц Расчистим Вашу Сталь И Медь Идемте К нам Я Вам Достану Визу Париж Парижский бульвар Монт Парнас Знаменитый Монт Парнас На этой улице можно было встретить Ромена Ролана Он жил здесь Увидеть за столиком кафе Хемингуэя Он любил работать здесь Услышать голоса Модельяни, Пикассо или Фернана Леже, которые приходили сюда почти каждый вечер Собирались поэты, литераторы, художники, приверженцы самых разных школ и направлений Говорили и спорили о своих произведениях, об искусстве, о жизни Осенью 22-го здесь появился и Маяковский Обыкновенно мы говорим Все дороги приводят в Рим Не так у Монт Парнасца Готов поклясться И Рем, и Ромул, и Ремул, и Ром В Ротонду придут Или в дом Мало что изменилось на бульваре Монт Парнас с тех пор Тот же красный козырек над Ротондой Те же круглые столики За один из них садился Маяковский Сначала слова и губы из кулы кофейный гомон сливал Но вот пошли вылупляться из гула и лепятся фразой слова Тут проходил Маяковский давеча Хромой Не видали рази? А с кем он шел? С Николаем Николаевичем С каким? Да с великим князем С великим князем будет врать Он кругл и лыс, как ладонь Чекист он Послан сюда Взорвать Кого? Буа де Булонь Сколько ни бы лиц писалось тогда о нас во французских газетах Чего только не выдумывалось У молодой советской России были во Франции недруги Но было и много друзей Маяковский Из очерков Париж Отношение к нам Всюду появление живого советского Производит фурор С явными оттенками удивления, восхищения и интереса В полицейской префектуре тоже производит фурор Но без оттенков Главное интерес На меня даже установилась некоторая очередь По нескольку часов расспрашивали Начиная с вида Ильича И кончая весьма распространенной версией О национализации женщин в Саратове Память о тех встречах Таким Маяковского нарисовал художник Белоне Надпись Великому поэту великого народа Его любящий товарищ Авторитографии Пикассо и Леже Подаренные советскому гостю Фернан Леже произвел на Маяковского по его словам Самое большое, самое приятное впечатление Маяковский приходил к Леже на эту улицу Нотр-Дам-де-Шан Рядом с бульваром Монпарнас В этот дом Открывал дверь, ведущую в каменный дворик Поднимался в мастерскую художника Маяковский Из очерков Леже Коренастый Вид настоящего художника-рабочего Рассматривающего свой труд Не как божественно предназначенный А как интересное, нужное мастерство Равное другим мастерствам жизни Рассматриваю его значительную живопись Радует его эстетика индустриальных форм Радует отсутствие боязни Перед самым грубым реализмом Как только я заикнулся о том Что товарищей моих Может заинтересовать его живопись То увидел не дрожащего Над своими сокровищами Купца-художника А простое Берите все Если что через дверь не пролезет Я вам через окно спущу До свидания Выучился он по-русски на прощание Скоро приеду Он не видел Москве Он никогда не был в Москве Мечтал поехать в Москву И вот не удалось ему Вспоминает Надя Леже Художница, жена Фернана Леже Увидеть Москву И он ее не видел Любил очень советский народ Он говорил Это великая страна Где начинается новый мир Совершенно новое все И же находился Самый большой поэт в мире Это Маякопский Он всегда говорил С этим совершенно необычным Произведением Леже Нас знакомит художник Жорж Бакье Среди картин Леже Вы видите ту поэму Которую он сочинил и нарисовал Где текст переплетается С рисунками рук рабочих Поэма посвящена Советскому поэту Маяковскому Леже и Маяковский Были большими друзьями Люди высокого полета Они глубоко симпатизировали Друг другу Ценили и понимали Один другого Совпадали их суждения О назначении искусства Эту поэму Леже написал В конце жизни И она своего рода Социальный манифест художника Леже славит рабочие руки Музыка Будущее не придет само Сказал Маяковский В одном из своих стихотворений И эта строка Стала названием Биографического спектакля О поэте революции Спектакля для французских рабочих Я поэт Этим и интересен Об этом и пишу Родина Село Багдады Кутаистская губерния Грузия Отец Владимир Константинович Мама Александра Алексеевна Сестры Люда Оля Первый дом Воспоминаемый отчеткой Два этажа Верхний Ниж Музыка Аппарат Верхний Аппарат 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 Стоп, подожди. Еще раз со слов. Раз в году арба винограда. Сделай паузу. Переехали. Из Багдад в Кутаис. Экзамен в гимназию. Выдержал. Иду первым. Весь в пятерках. Читаю Жюль Верн. Вообще фантастично. Увеличилось количество газет и журналов дома. Читаю все. Появилось слово прокламация. Прокламации вешали грузины. Грузинов вешали казаки. Мои товарищи грузины. Я стал ненавидеть казаков. Вот тут наряду с повествованием «Я читаю Жюль Верна», «Газеты русское слово», «Русское богатство» появляется слово прокламация. Тут начинается совсем другое. Прокламация, представь, борьба, движение, голубь казацких лошадей. Мы хотим в нашем спектакле о Маяковском создать образ революционера, борца, который своей верой, своими действиями, своей поэзией вовлекает в борьбу остальных. Для нас это самое главное. Будучи поэтом революции, Маяковский оставался живым человеком. Его стихи полны лиризма, нежности. Встреча с Маяковским – большая радость. Я считаю, что Маяковский – это очень приятно, что мы работаем Маяковский, потому что это очень уважаемый комедий. Ты – большая комедия. Маяковский – это очень уважаемый комедий. Репетиции окончены. Премьера спектакля в заводской столовой. Убраны столы. Расставлены рядами стулья. Устанавливаются элементы декорации. Монтируется освещение. Во Франции на заводах нет рабочих клубов. Понятно, что спектакль в заводской столовой – событие для рабочих. Да еще спектакль о Маяковском. 1905 год. Для меня революция началась так. Мой товарищ, повар священника Исидор, от радости босой вскочил на плиту. Убили генерала Алиханова, усмиритель Грузии. Пошли демонстрации и митинги. Я тоже пошел. Философия. Философия. Гегель. Естествознание. Но главным образом – марксизм. 1908 год. Вступил в партию РСДРП большевиков. Пропагандист. Пошел к булочникам, потом к сапожникам и, наконец, к типографщикам. Звался товарищем Константином. Арест. Ел блокнот. С адресами и в переплете. Начало 14-го года. Вплотную встал военный ужас. Война отвратительна. «Васкан dans le pas, armée des prolétaires, les dernières baïonnettes sont prêtes à l'attaque. «Экрази. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иди, пролетарской армией топая, штыки последние, атакой выставь! Фразы о мире – пустая утопия, пока не экспроприирован класс капиталистов. Октябрь, 1917 год. Принимать или не принимать – такого вопроса для меня не было. Моя революция. Пошел в Смольный. Работал. Все, что приходилось. Мы пришли сквозь столицы, сквозь тундры прорвались, прошагались сквозь грязи и лужищи. Мы пришли миллионы, миллионы трудящихся, миллионы работающих и служащих. Рабы, разъебайте спины и колени. Армия пролетариев, встань, стройна! Сто пятьдесят миллионов – мастера этой поэмы имя. Сто пятьдесят миллионов – говорят губами моими. Маяковский напомнил нам, что поэт не живет в башне из слоновой кости, не может быть изолирован от людей. Поэт не один среди ста пятидесяти миллионов, а один со ста пятидесяти миллионами. С ними живет, вместе с ними борется. Приказ номер два – армия искусств. Бросьте, забудьте, плюньте и на рифмы, и на арии, и на розовый куст, и на прочие мелях-люндии из арсеналов искусств. Кому это интересно? Что? Ах, вот, бедненький, как он любил, и каким он был несчастным. Мастера, а не длинноволосые проповедники, нужны сейчас нам. Слушайте, паровозы стонут, дуют в щели и в пол. Дайте уголь сдону, слесарей, механиков, депо. Пока конетелем, спорим, смысл сокровенный ища. Дайте нам новые формы, несется вопль по вещам. Нет дураков, ждя, что выйдет из уст его, стоять перед маэстрами толпой разинь. Товарищи, дайте новое искусство, такое, чтобы выволочь республику из грязи. После спектакля здесь же, в столовой, первое обсуждение. Высказываются зрители. Служащая – Жизель Панасен. Спектакль пробудил во мне желание почитать Маяковского, углубить мое знакомство с ним, которое до сих пор было весьма поверхностным. Теперь захотелось как можно больше узнать об этом поэте. Если такое желание появилось и у других наших рабочих, думаю, что цель достигнута. Работница Брежит Пистер. Я знала стихи Маяковского, но не очень хорошо понимала их. После сегодняшнего представления я открыла для себя Маяковского. Работница Жанна Эрерос. Если я и не все поняла, то почувствовала, что хотел сказать Маяковский своими стихами. В его образах ощущаешь борьбу целого народа. Поэт вместе с теми, кто восстал. Он впереди, в авангарде. Спектакль был очень хорошим. Для тех, кто любит поэзию, знаком с искусством. К сожалению, рабочие редко ходят в театр. Не хватает времени, устают. Да и дорого это. Если мы и не все поняли, то уловили главное. Профсоюзный активист Бернард Леран. Маяковского, к сожалению, еще не очень хорошо знают в нашей стране. Поэтому инициатива режиссера Сержа Потте познакомить рабочих с такой поэзией – это нужное дело. Многие и не представляли себе, как важна роль поэзии в социальной и политической жизни, в нашей повседневной борьбе. Это эмблема всеобщей конфедерации труда по случаю нашей забастовки. Мы организовали марш, чтобы передать дирекции требования рабочих. Маяковский мобилизует, зовет к действию. Маяковский мобилизует, Парижская гостиница «Истрия» на улице Компань-Премьер. Отель скромный, дешевый. Здесь чаще всего останавливаются небогатые туристы, снимают комнаты студенты. Временные жильцы не подозревают, что им совершенно случайно может достаться комната самого Маяковского. Что вечером, возвращаясь в отель, они снимают с доски ключ с тяжелой бляхой, который вешал сюда поэт. Что утром садятся завтракать на его обычное место в крохотном салоне. Им не расскажут, как удивлялась высоченному и громогласному русскому хозяйка отеля, когда по утрам к традиционному кофе с булочкой и джемом он всегда требовал несколько кусков ветчины. Маяковский поселился в гостинице «Истрия» в свой второй приезд в Париж осенью 1924 года. Он приехал с надеждой добиться американской визы и отправиться в Соединенные Штаты. Провел в Париже весь ноябрь и почти весь декабрь, но визы так и не получил. Чиновников возненавидел, а отель полюбил и всегда потом останавливался здесь. Я стукаюсь о стол, о шкафа острия. Четыре метра ежедневно мерь. Мне тесно здесь, в отеле «Истрия», на коротышке «Рюкомпань-премьер». Мне жмет, парижская жизнь не про нас. В бульвары тоску рассыпай. Направо от нас бульвар, он про нас. Налево, бульвар, распай. Хожу и хожу, не щадя каблука. Хожу и ночь, и день я. Хожу трафаретным поэтом, пока в глазах не встанут видения. Декабрь 24-го. Прибытие в Париж советского посла Красина. Официальная Франция признала советскую Россию. Вот мы с пятьдесят стоим на пяде советской посольской земли. А тут и этого еще не хватало. Интернационал через забор махнул и пошел по кварталам. Факт поют, играют, факт. А трубы дулись, гремели. А флаг горит, разрастается флаг. Переполох на Гринелле. Париж, отель Истрия, месье Владимиру Маяковскому. В этот отель он приехал и на следующий год, в 25-м, когда в Париже впервые за границей открывался советский павильон на всемирной выставке декоративного искусства и промышленности. Маяковский был награжден серебряной медалью. В этом же 25-м из отеля Истрия поэт все-таки отправился в Америку. А когда вернулся французские власти, выдали ему вид на жительство с условием, что он не будет касаться политики в своих публичных выступлениях. На отеле Истрия можно было бы повесить мемориальную доску в память о Маяковском. Их отели. Французские друзья советского поэта, в частности, Луи Арагон. Не получилось. В префектуре разрешили. А владелец дома, где размещается гостиница, наотрез отказал. Не захотел портить стены. Его хозяйские стены. Комедия Маяковского «Клоп». Клоп показывался и показывается на многих французских сценах. Это спектакль театра в рабочем предместье Леона. Абажуры любой расцветки и масти. Без гальтера на меху, без гальтера на меху. Какие аристократические чепчики. Какие же это чепчики, это же... Что же я, без глаз, что ли? А ежели у нас двойня родится? Это вот на Дороти, а это на Лилиан. Я их уже решил назвать аристократические, кинематографические. С Присыпкиным, он же Пьер Скрипкин, бывшим рабочим, ныне женихом, происходят невероятные приключения. Он превращается в экспонат в замороженном виде, чтобы проснуться через много лет в будущем. Какие вы, граждане, собственно, есть? Кто я? Где я? Куда я попал? Куда меня попали? Что это? Москва? Париж? Нью-Йорк? Театром сатиры руководит Бруно Карлуччи. Клоп интересен для нас тем, что Маяковский разоблачает в нем мелкобуржуазный дух. Конечно, для нас политическая борьба, изменение экономической и социальной структуры – главная задача. Но как важен духовный облик человека, его нравственные качества. Рукопись комедии Клоп. Эти странички писались здесь, в гостинице Истрия. Может быть, даже и за этим столом. Осенью 28-го года Маяковский вновь поселился именно здесь, чтобы закончить феерическую комедию. Опять мерил 4 метра гостиничного номера. Опять вставал за окном Париж фиолетовый. Монт-Парнатской башни тогда не было за окном. Символ нового Парижа. Самое высокое здание во французской столице. 58 этажей. Город тянется вверх. На берегах Сены появились целые кварталы башен. Париж меняется. В этом новом сегодняшнем Париже советских поэтов встречали и встречают с неизменным интересом. В разное время в Париже читали свои стихи Илья Сельвинский, Семен Кирсанов, Николай Тихонов, Александр Твардовский, Константин Симонов. И я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Эти стихи я читал в Париже когда-то 31 год назад, в 46 году. На вечере литературном мы были вместе с Оренбургом. И когда на этом вечере рядом с нами сидел Морис Торрес. Осталось это в памяти. Но, конечно, когда думаешь о советской поэзии и о Париже, вспоминаешь куда более значительные вещи, чем собственное чтение. Вспоминаешь Маяковского, конечно, который стоял всегда в начале, у истоков всего. Он стоял у истоков общения французской и советской поэзии. Он здесь считал, он здесь выступал, он здесь боролся с боем. Маяковский, из очерков. С возрастанием интереса к людям РСФСР, естественно, падает уважение к белогвардейской эмиграции, переходя постепенно в презрение. Было в кафе Вольтер. В углу стол. Направо и налево длинные комнаты. Если будет драка, придется сразу кор о кор. Стоим ноздря к ноздря. Сначала свистели. Пришлось перекрывать голосом. Стихли. В коммунизм из книжки верят средне. Мало ли, что можно в книжке намолоть. Но такое оживит внезапно бредней. И покажет коммунизма естество и плоть. Литература СССР только участок на огромном фронте борьбы мира за освобождение. Наши слова закатываются за кордоны. И там это не шаблонные агитки, а чудо свободного слова, организующего или еще более сплачивающего левые отряды для грядущей борьбы. В наших жилах кровь, а не водица. Мы идем сквозь револьверный лай, чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, строчки и другие долгие дела. Это особая песня. Она о Владимире Маяковском. Праздник Юманите всегда завершается митингом. Сотни тысяч его участников слушают генерального секретаря французской компартии Жоржа Марше. Он говорит о том, как борются коммунисты против тех трудностей и невзгод, которые испытывают трудящиеся и их семьи, служащие, крестьяне, молодежь, все, кого эксплуатируют. Жизненные условия ухудшаются. Растет квартирная плата, увеличиваются налоги, поднимаются цены. Это говорю я и говорят мои товарищи рабочие, которых я встретил здесь на празднике Юманите. Кругом дороговизна, безработица. Да, да, это же. Я счастлив, что я, этой силой частица, что общее, даже слезы из глаз, сильнее и чище нельзя причаститься к великому чувству по имени глаз. Маяковский нацелен в будущее во имя освобождения человека от всех форм эксплуатации и унижения. Рабы, разгибайте спины и колени. Армия пролетариев, стань стройна. Да здравствует революция, радостная и скорая. Это единственная великая война из всех, какие знала история. Мир меняется. мы обращаемся к поэту, который, как никакой другой, был устремлен к этим переменам. КОНЕЦ В авто последний франк разменяв, в котором часуна Марсель Париж бежит, провожая меня во всей невозможной красе. Подступай глазам разлуки жижа, сердце мне сентиментальностью расквась. Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли Москва. по-русски кто-то сентиментальностью подшипен по-русски му Субтитры создавал DimaTorzok